Всем здравствуйте! Сегодня у нас очень красивый стол, фарфоры и не только. Здесь также присутствует хрусталь, очень много разных статуэток, поэтому приятного вам просмотра. Замечательная чайная пара, достаточно старенькая. По клейму это Дулёва, 56-й год. Такая вот она роскошная. Здесь ситцевые букетики. Пара вот из таких вот интересных листочков, очень много позолота. Интересная сама по себе форма, очень редко встречаются у Дулёва. Вот это всё рельефное, вещь превосходная. Блюдца, тоже такое вот рельефное. И вот эти красивые букетики ситцевые. Просто очарование. У нас в наличии такие две чайные пары, и они по 1500. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Хрустальная джемница, креманка. Очень прелестная, тяжёлая. Как это всё блестит, сияет. Хрусталь прозрачный. Здесь проведена алмазная гранка. Снизу выполнена снежинка. Снизу тут оклейка с богемией Чехословакии. Представляете, какая старенькая вещь. И какой же она идеальной сохранности. Выполнена на ножке такая вот шишечка. Просто великолепная. Цена её 1500. Десертные тарелочки с таким вот волнистым краем. По самому краю выполнены букетики. Точнее, та самая сирень. Волнистый край. В идеальной сохранности позолота. И по клейму это корость. Тень укранина. Достаточно лёгкие тарелочки. В наличии две штучки. И они по 350 рублей. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Молочник. Тоже ситцевые букетики. У нас была сахарница. Тоже попадался молочник. Недавно уехал к прекрасной подписчице нашего канала. Смотрите, какие здесь красивые букетики. Это форма Барбарис. Снизу выполнен также вот этот рельефный край. А форма молочника вот этого горлышка. Просто замечательная рельефная ручка. Достаточно он пузатый. И на самом деле идеальный. Такой вот весь белоснежный, лёгкий. Кто любит такие вот маленькие букетики на фарфоре, мне кажется, что вещь просто превосходная свою коллекцию. Цена её тысячи рублей. По клейму это вербилки. Сколько много разных инициалов, знаков. Очень интересно это всё тоже изучать. Приехала к нам невероятная красивая статуэтка. Немецкая. Это бисквит. Сам ангелочек выполнен. Пути. Посмотрите, какое миловидное лицо. Всё выполнено детально. С таким вот он здесь оленёнком. На такой красивой подставочке статуэтка очень лёгкая. По клейму это Шаубах, Кунст, Германия. Также присутствует номерной знак. По клейму это 1928 год по 1953 год. Даже если это 50-е, 70 лет статуэточки. Какой же она в идеальной сохранности. Абсолютно без колов, без трещин. Высота такого ангелочка 16 см. Татуэтка не маленькая, но и не слишком большая. Вот такие вот фужеры. Смотрите, какой хрусталь, как это всё выполнено. Снизу выполнено вот эта шишечка. Матовые вставки, всякие папоротники. Они очень сильно звенят. Высокие. На такой вот массивной красивой ножке рельефной. Очаровательные. У нас в наличии 4 штучки. Они по 2000. И это изготовители Югославии. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Молочник. Знаменитая форма Ампера Вербела. К последнее время часто попадаются нам именно молочники этой формы. Такой весь рельефный. Здесь выполнены золотые розы, чёрные вставки. Внутри ободочек из позолоты. Такая достаточно широкая отводка, которая в идеальной сохранности. Ручка с таким крючком интересным. И на ручке тоже полосочка из позолоты. Внутри выполнен рельеф. Вещь очаровательная. Такая здесь золотая роза. Всё в идеальной сохранности. И цена за такой молочник 1200. Чайная пара Барбарис на таком вот терракотовом крытье. Выглядит превосходно в идеальной сохранности. Много позолоты. Конечно же, это ручная роспись с подрисовкой позолоты. Вот с этим золочением. Здесь выполнено... Давайте посчитаем даже сколько ободочков. Сверху один. Снизу. Такой широкий. И в самом-самом низу на вот этой ножичке еще один такой тоненький. На ручке позолота подрисована. В идеальной сохранности. Вот это всё рельефное. Белоснежное. Внутри ободочек из позолоты. Ну и, конечно же, мне нравится вот эта ручка, которая вот такой вот красивой, на самом деле, архитектурной формы. Блюдце. Как оно всё блестит, сияет. Очаровательное. И чайная пара без сколов и трещин. Барбариса очень мало сейчас. Попадается крайне редко. И цена за такую чайную пару 1200. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Мачеха. Зеркальце. В идеальной сохранности. Прелестная статуэточка. В таком она красивом зелёном платьишке. Статуэтка достаточно редкая. Очень детально всё выполнено. Смотрите, какая ёбочка. По клейму это песочная. Статуэтки песочного встречаются крайне редко. Так, эти статуэтки бывают парными. И также бывают царицы с яблоком. Но эти статуэтки встречаются крайне, на самом деле, редко. И в такой вот идеальной сохранности их очень тяжело найти. Цена такой статуэтки 8000. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Вещь просто великолепная. Как же детально всё выполнено и сделано. Пивная кружка. Крышечкой. Как мануфактурно всё это выполнено. Пивная кружка немецкого происхождения. Знаменитые кружки Германии. Они традиционные. Оловянные. И снизу выполнен вот такой вот хрусталь. Присутствует здесь значок. Сколько миллилитров сюда помещается. Снизу выполнено вот это клеймо. И такие вот окошки. Разной формы. Вот здесь они такие более круглые. Здесь уже овальные. А тут прям такие оформленные. Вещи очаровательные. Мне очень нравится сама оловянная вот эта крышечка. Как она выполнена детально. И шишечка сверху. Прямого, в переносном смысле здесь выполнена шишка. Вещь превосходная. Прекрасный подарок. Да и просто свою коллекцию. Такого вот интересного хрусталя. Тем более встречается крайне редко. Цена её 4000. Поэтому если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Тарелочка. Конечно же это Кузнецов. Климо товарищества Кузнецова в Москве. Также присутствует номерной знак. В идеальной сохранности. Здесь нету ни сколов, ни трещин. Может присутствуют какие-то следы бытования. Но этой тарелочке уже больше 100 лет. И представляете, здесь целая история. Тарелочка десертная. Мне очень нравятся вот эти цвета, которые выполнены. Пастельные, очаровательные. Даже рисунок сохранился. И вот само климо. Цена тарелочки 1200. Кто собирает коллекцию из кузнецовского фарфора. Или, например, кто хочет начать собирать. То можно начать вот с такой вот тарелочки. Или пополнить свою коллекцию. Такой прелестной. Здесь нету ни сколов, ни трещин. Думаю, коллекционер оценит. Очаровательная статуэтка. Балерина с такой вот бонбонеркой. Какой-то здесь у неё букетик. Юбочка. Вся такая в пуантах. Вещь старая. Вот клеймо. Это тоже вербилки. И также присутствует вот здесь какая-то буква в самом изделии или номер. Такая вот красота. Прелестная. Очаровательная. В идеальной сохранности. Без сколов, без трещин. Смотрите, как всё оформлено. Как всё сделано. Сзади вот такие вот заколочки или цветочки. Сама она губоглазая, прекрасная. У вербилок я, кстати, не встречала балерин. Вот это первое на моём пути. Прелестная статуэточка. Прямо вообще. И очень миловидное лицо. Начальные выпуски. Цена такой статуэтки 8 тысяч. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Чайник заварочный, небольшой. Выполнена такая вот малева, шиповник. Такой вот интересный букетик. На крышечке тоже букетик. В идеальной сохранности. Позолота. Всё в идеале. Чайничек на каждый день. Выполнена рельеф. Вот такой вот он прелестный. Цена его 650 рублей. Сахарница. Розовый барбарис. В очень редком исполнении. Просто очаровательная. Посмотрите, какая крышечка. Яркая, яркая, розовенькая. Вот эти весь в идеальной сохранности позолота. Позолота по ободочку. Весь ободочек выполнен таким вот рельефным образом. Те самые ручки. Снизу выполнен рельеф. И вот этот переход. Делала в такой вот нежный, а потом яркий розовый. Очаровательная сахарница. Присутствует на крышечке номерной знак. Сама сахарница в идеале. С двумя ручками удобными. И по клейму это тоже старые вербилки. Цена такой сахарница две с половиной тысячи. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Она в идеале. Такая вот нежная чайная пара. Здесь форма необычная. Тоже выполнены рельефы. Но это форма не тюльпан. По клейму дулёва. Снизу выполнен ободочек из позолоты. Все чашечки снаружи. Нету никакого рисунка. Ручка полностью из позолоты. А внутри чашечки рисунок из такого вот красивого пиона. Или может быть роза с округлыми лепестками. Веточка полностью выполнена. И фарфор тоже очень лёгкий, тонкий. Даже на самом зеркале вот этот рисунок. Такая достаточно яркая. Роза или пион. И это всё ручная роспись. Дулёва. Вещь очаровательная. Цветовое сочетание, конечно же, безупречное. Интересная форма. И цена докучайной пары 2000. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Коллекционная настенная тарелочка. Очаровательный здесь вьетнамец. Это серия таких вот детей всех народов мира. Которого изготовил ЮНИСЕФ совместно с Велероин Бог. Это тарелочки немецкого производителя. Выпускались они с 1977 года по 1988 год. На тарелочке есть подпись самого автора. На его ручке птичка. С такой вот клеткой сидит. Вещь просто превосходная. Очень нежная. Такие красивые цветовые сочетания. Тем более, эти тарелочки несут за собой на самом деле очень добрый посыл. Они настенные. Вот здесь есть описание. Подвес. Вещь очаровательная. Цена ее 3000. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. И последнее, что мне осталось вам показать, это такая вот ваза, которая может быть и настенной, и просто так стоять. Выполнена здесь та же самая сирень с таким вот бантиком. Здесь рельефные края. На самой вазе это вазочка немецкой мануфактуры KPM Германия. Мне нравится ее форма. Тем более, она и настенная. Очень функциональная. Можно по-разному ее использовать. На самом деле, очень нежная и очень красивые цветовые сочетания. Она, конечно же, просто прелестная. Вот здесь это рельефный такой край. Она достаточно высокая. Очаровательная цена. Ее 2500. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Сегодня получился очень нежный и красивый ролик. Я показала вам на самом деле очень красивые предметы. Старалась для вас подобрать красивый стол. Поэтому, если вам что-то понравилось, или вас что-то заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Собирайте хорошие вещи, хорошие предметы. Цените их. Спасибо вам большое за просмотр. Всего доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok